В эфире актуальное интервью в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! В последние два года внимание общества в значительной мере сосредоточено на пандемии, вызванной коронавирусом. Но это не дает повода забыть о ВИЧ-инфекции, которая все еще уносит сотни тысяч жизней во всем мире. Согласно статистике, ежедневно в мире ВИЧ заражаются около 8,5 тысяч человек, причем в России не менее 100. На учете в Кабинете по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа Ненинской окружной больницы состоит 77 человек. О методах профилактики ВИЧ мы поговорим с Еленой Микушевой, заведующей консультативно-диагностическим кабинетом по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. Здравствуйте, Елена Анатольевна! Здравствуйте! Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, что такое ВИЧ и СПИД? Вообще, какая разница между этими заболеваниями? Что это? ВИЧ – это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. СПИД – это терминальная, то есть последняя стадия ВИЧ-инфекции. То есть это одно заболевание, только разный период болезни. То есть когда выявляется, выявляется ВИЧ или можно выявить уже СПИД? Ну, это зависит от того, в какой стадии мы выявляем больного. Все-таки чаще мы выявляем больных, которые в стадии еще не терминальной, то есть может быть даже без клинических проявлений. Ну, а когда мы видим пациента со СПИДом, там уже мы видим весь симптомокомплекс СПИДа. И мы, конечно, уже даже по клинике можем предположить, что это пациент со СПИДом. Как происходит заражение? Кто может заразиться? И какие-то есть группы риска, кто действительно рискует своим здоровьем? Уже все прекрасно знают, как происходит заражение ВИЧ-инфекцией. Сейчас наиболее распространенный механизм заражения – это все-таки сексуальный, это сексуальный контакт без защиты, с малознакомыми половыми партнерами. Ну, и остается еще механизм при использовании шприцов, при употреблении психоактивных веществ. Он сейчас меньше играет роль, чем несколько лет, десятилетий назад, но тем не менее он все равно остается. Ну, и еще как один из механизмов – это передача инфекции от матери ребенка. Во время беременности, но больше во время родов. А можно заразиться через переливание крови? Ну, через переливание крови невозможно сейчас заразиться, потому что кровь сейчас у нас все-таки обследуется. Обследуется на ВИЧ-инфекции. Необследованную кровь для переливания никто не даст использовать. А можно в кабинете каком-то, ну, допустим, какие-то процедуры косметического характера, там, маникюр, педикюр, там, у косметолога можно рискуешь? Теоретически можно. Теоретически можно, практически сложно, потому что вот сам вирус иммунодефицита человека, он достаточно быстро погибает. Если это, конечно, он не находится вот в крови, да, если там на каких-то инструментах осталась кровь, и этот вирус в крови сохранился, реально, это реально. И в определенный период времени, вот где-то в 90-е годы, да, там, этот механизм, он реализовывался при распространении ВИЧ-инфекции. Сейчас все-таки у нас уже эти все кабинеты проверяются достаточно хорошо, да, их контролируют, но этот механизм, он остается, он может быть реализован. Ну, вот поэтому надо быть очень осторожным при посещении вот этих всяких кабинетов, где проводятся все манипуляции, и надо смотреть, где ты находишься, в каких условиях ты находишься, и примерно предполагать, что механизм передачи, ведь можно заразиться не только ВИЧ-инфекцией, можно заразиться вирусным гепатитом В, можно заразиться вирусным гепатитом С, может быть, не и так часто, как гепатитом В. Вот для гепатита В вот очень опасны вот эти все кабинеты, потому что вирус мелкий, вирус очень устойчивый, и надо очень малое количество вируса, чтобы заполучить вирусный гепатит В. Поэтому вот все вот эти вот кабинеты, они достаточно опасны в плане возможного заражения. Ну, это соответствующие кабинеты, где они проходят вот необходимая обработка инструментария. А гепатит В, он тоже не лечится, да? Ну, это не по теме, но... Гепатит В, он лечится, но не всегда вылечивается. Вот, ну, я думаю, вы уже все говорят, что где-то вот года через два, через три у нас появится препарат, который будет вылечивать от гепатита В. Сейчас мы гепатит В лечим. Лечим, ну, с разным успехом, так это 50-50. Кто-то вылечивается, кто-то не вылечивается. По крайней мере, у нас есть возможность воздействовать на вирус гепатита В и не давать вирусу там разрушать печень. Потому что есть препараты, которые сдерживают вирус гепатита В. Они сдерживают, но пока, к сожалению, как и вирус ВИЧ, тоже до конца излечить его сложно. Хотя, конечно, у вирусного гепатита В больше шансов выздороветь. Есть процент какой-то определенный вылечивания от вирусного гепатита В. К сожалению, не 100%, но так, процентов 50 где-то реально вылечится сейчас. В скором времени у нас появятся препараты, которые будут вылечивать на 97-98%. По крайней мере, вот такая информация идет. Но ВИЧ только через кровь, да? Через другие биологические слюни? Да, нет. Там нужна все-таки определенная вирусная нагрузка. А в слюне нет такой вирусной нагрузки, которая вызвала бы инфицирование. Все равно этот механизм практически не реализуется. Кто в группе риска по заражению? Какие-то, может быть, профессии есть? Ну, профессии, профессии, ну, в принципе, вот как медицина, да, там вот есть все-таки какая-то опасность заражения. То есть могут появиться пациенты, у которых в крови находится вирус ВИЧ. И всякие аварийные ситуации случаются. Случаются и в медицинской практике, и в определенных категориях медицинских работников, те, которые связаны там, ну, у хирургов, да, у стоматологов. Но, конечно, у нас есть способы защиты, и у нас есть возможность проводить профилактику заражений в медицинских учреждениях. И наши медицинские работники об этом прекрасно знают. А предрасположенность у человека, может быть, к заболеванию ВИЧ какие-то? Предрасположенность, ну, предрасположенность, наверное, у всех такой предрасположенности нет. Но у определенной категории людей есть защита. Есть защита природная. Да, это, в общем-то, доказано. У 2% населения Европы есть защита от ВИЧ-инфекции. Там очень сложный механизм этой защиты. Но смысл в том, что для проникновения вируса в клетку должны быть рецептор и корецептор. Вот, рецептор — это через который вирус в клетку проникает. И корецептор — это который помогает в проникновении вируса в клетку. Так вот, в средстве мутаций у малого количества населения вот этот корецептор утрачен. И поэтому вирус проникнуть в клетку не может. И вот такой человек становится защищенным от природы от ВИЧ-инфекции. А как это можно узнать? Да никак. Это где-то можно узнать, но, конечно, не в наших условиях. Ну, там нужны специальные, наверное, центры, где этим занимаются. У нас нет. Согласно статистике медицинской, за 11 месяцев этого года в регионе на ВИЧ-инфекцию обследовано более 10 тысяч человек. Из них ВИЧ-инфицированных впервые выявлено 13 человек. Это по сравнению с другими годами много или мало? Это больше, чем в предыдущие годы. А с чем это связано? Ну, вот с чем-то это связано. Наверное, как-то люди перестают бояться. Как-то идет более активное распространение. Люди больше... Ну, вот у людей появляется страх вот этого рискованного поведения. Я всегда, когда общаюсь, особенно с молодежью, я говорю, что... Ведь вот вы должны себя защищать сами. Незащищенный секс, там, какие-то вот, ну... Это основной у нас идет механизм. Сейчас все-таки через инъекции у нас заражаются реже. Где-то там группы, молодежи, там, да, употребление алкоголя, там, да, в группе, там, какие-то случайные связи. Идет распространение, да. Сейчас вот в основном-то у нас идут вот так. Именно такой путь. Как узнать, заразился ты или нет? И когда вот сто процентов надо бежать к вам и... Ну, так вот никак не скажешь, заразился ты или нет. Потому что вот никаких нет симптомов о том, которые говорят о том, что вот ты вот сейчас заразился. А когда надо бежать, ну, наверное, вот когда вот были такие ситуации, наверное, тогда и надо бежать. Проявляет себя вирус как быстро? Вирус себя проявляет, ну, у всех по-разному. У кого-то через месяц, ну, где-то вот 95% вирус начинает себя проявлять через 3 месяца. Это 95%. У кого-то позднее. Дело в том, что просто проявление вируса-то разное. У людей по-разному, по-разному вот эту вот острую фазу переносят. У кого-то это просто клиника респиратурной инфекции, да. У кого-то там какие-то там другие симптомы. Какая-то сыпь, какие-то там высыпания на слизистые могут, ну, как стоматит, да, как на слизистой родовой полости. То есть вот у каждого проявления бывают такие индивидуальные. Есть, конечно, вот такие симптомы, которые характерны именно для ВИЧ-инфекции. Но сейчас мы таких симптомов практически не видим. И как проходит острая фаза, вот это вот, когда первое проявление ВИЧ-инфекции называется острая фаза, да. Вот она не характерна именно для ВИЧ. И поэтому как-то людей не настораживает в плане того, что это вот произошло заражение этой инфекцией. А в крови он, когда вот его можно выявить? Мы, вот как раз через три месяца у 95 процентов, ну, у 90-95 процентов появляются антитела к этому вирусу. И вот мы эти антитела находим при обследовании. У кого-то эти антитела могут появиться раньше, у кого-то позднее. Потому что могут эти антитела появиться и через 6 месяцев, и через 9, и редко, очень редко, но через год. Вот поэтому если ко мне обращаются пациенты, вот с жалобами, ну, не с жалобами, а вот озабоченные, да, вот произошла какая-то ситуация, и вот надо обследоваться. Я говорю, обследуйтесь сейчас, обследуйтесь через 3 месяца после возможного заражения, потом через 6 месяцев, через 9, через год. Если через год у вас все благополучно, значит, эта ситуация вот как-то, слава богу, не принесла никаких вот последствий. Ну, может быть, только что вот приобрелся какой-то жизненный опыт, который удержит там в дальнейшем от таких вот рискованных поведений. А как определяется наличие вируса? Мы у нас вот первое, ну, как вот скрининг, да, мы определяем антитела в крови. Когда у нас появились антитела, это у нас, мы тут, в нашей лаборатории, просто антитела к ВИЧ. Это может быть ложноположительная реакция, там бывают состояния, которые дают эту ложноположительную реакцию, мы об этом знаем. То есть наличие антитела еще не говорит о том, что произошло заражение ВИЧ-инфекцией. Мы, конечно, с пациентами беседуем, все объясняем. После этого мы кровь отправляем в Архангельс на иммуноблотинг. Там было такое обследование, при котором определяются антитела именно к белку вируса. И уже потом, по результатам этого обследования, мы можем точно сказать, что у человека есть в крови вирус иммунодефицита. Ну, и еще, если у нас вот такие пациенты появляются, мы берем кровь на наличие вируса. Мы у всех подряд не берем, потому что это достаточно такая... Ну, вот мы не часто делаем эту реакцию, но при наличии антител мы обязательно кровь на наличие вируса обследуем. Ну, также вот эта кровь доноров обследуется на наличие вируса. То есть, зная, что вот есть антитела в крови появляются только через три месяца, у нас сейчас кровь не выдадут для использования, пока она не будет обследована на наличие вируса в крови. То есть, это полимеразно-цепная реакция ПЦР. Сейчас все говорят ПЦР, ПЦР, да, вот в связи с ковидом все говорят ПЦР, ПЦР. Что такое ПЦР? Это определение вируса или белков вируса. Любого вируса. Любого вируса, да. В данном случае мы определяем вирус иммунодефицита человека. Ну, там определенный регионик. Елена Анатольевна, вот вчера, 1 декабря, прошла акция «Стоп коронавирус» и обследовали анонимно всех желающих. 38 человек обследовалось, 13... Ой, 38 обследовалось, и все были отрицательные тесты. 13, это из другого вопроса было. Да, и все были отрицательные. Как вы считаете, нужны такие акции? И насколько вот эти исследования, они достоверны? Насколько они вообще... Ну, эти акции нужны. Во-первых, это идет напоминание, да? Напоминание населению о том, что ведь есть еще такое заболевание. Кто-то ведь услышит и задумывается, да? И сделает для себя какие-то выводы. А во-вторых, конечно, это человек узнает свой статус, да? Успокаивает, что у нас у меня все благополучно. И может быть, вот говорю, вот больше всего это направлено на то, чтобы профилактировать, да? Заставить человека думать, заставить человека вот как-то оценивать свое поведение, да? Решать, достаточно ли я все делаю в этой жизни правильно, да? Чтобы избежать этого заражения. Ну, вот я думаю, что акция-то очень нужна, да? Она носит какую-то еще информацию, несет население. А обычно много людей обращаются, вот, вы знаете, вот так вот обследоваться? Да, анонимно. Анонимно? Ну, когда как? Вот так-то я скажу, что не очень, ну, это еще зависит от того, в какой коллектив, да, выходишь. Потому что в каких-то коллективах там люди как-то зажаты, не хотят узнавать ничего или просто стесняются. В каких-то, наоборот, вот, по-разному, по-разному. Что делать, если все-таки подтвердился, вот, действительно подтвердился всеми исследованиями, подтвердился диагноз? У человека ВИЧ выявили, что делать, какие действия? Ну, вот, значит, нам надо уже будет поближе знакомиться, разговаривать. Во-первых, я объясняю, что это заболевание, мы же имеем препараты, да? Мы имеем препараты, которые не дают этому вирусу размножаться. Мало того, не то, что размножаться, но количество вируса. Ведь мы, вот, назначая лечение, мы чего добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы в крови вирус не определялся. То есть в крови вируса, вот в таком свободном виде, он перестает находиться. Его там нет. Сам вирус, он опасен в каком плане? Он действует на иммунную систему. Иммунную систему, угнетает иммунную систему. И все вот состояния, которые вызывают смерть человека, да, от СПИДа, это же из-за того, что иммунная система, она не работает как положено. Она не защищает организм от вирусов, от бактерий, да, от грибов. Не защищает от онкологии, там, от развития этих вот клеток, которые начинают неправильно делиться. То есть иммунитет перестает работать, и организм становится незащищенный. Когда мы назначаем препараты, мы действуя на вирус, мы не даем ему размножаться, и в конце концов доводим до того, что вируса в крови становится неопределяемое количество. И то есть иммунная система, она не страдает. И никаких осложнений ВИЧ не возникает, да, это сложно. Надо каждый день принимать лекарства, да, надо каждый день принимать там несколько таблеток. Но наши ведь люди, у которых артериальная гипертония, тоже принимают каждый день таблетки. Люди, у которых сахарный диабет, тоже принимают там определенные лекарства, да. Вот это вот такая особенность вот этого заболевания. Потому что человек, принимая эти препараты, он не становится источником инфекции для окружающих. Вот это тоже очень хорошо, что у нас человек с ВИЧ-инфекцией перестает быть заразным для своих близких, да, для члена своей семьи, там, для жены, там, мужья. Ведь у нас существуют пары, которые живут, и в результате у них и семьи возникают, и дети здоровые рождаются, и все у них благополучно. Это одно, а в дальнейшем мы же ждем, что у нас появится лекарство от ВИЧ-инфекции. Но оно, получается, не лечится, правильно? Он не вылечивается, он не вылечивается, не вылечивается, да. То есть вот когда, если перестать принимать препараты, вирус опять начнет размножаться, опять его станет много, и опять начнет страдать и сам организм, да, и человек опять становится источником инфекции для окружающих. Но на фоне приема препаратов, вот мы не даем заболеванию развиться, а еще, когда вот я разговариваю со своими пациентами, я им объясняю, что в конце концов у нас же появится лекарство от ВИЧ-инфекции. У нас появится лекарство от ВИЧ-инфекции. И нам надо с вами дожить вот до этого прекрасного периода, когда у нас это лекарство появится, чтобы можно было вылечиться и забыть об этом заболевании. И как пример я привожу вирусный гепатит С, да, тоже еще совсем недавно говорил, что вирусный гепатит С не излечим, но сейчас мы имеем прекрасные препараты, которые вылечивают на 98%, пусть не на 100, но 98% человек вылечивается от вирусного гепатита С окончательно. Вот совсем. Вирусы в организме не появляются. Даже антитела потом к вирусу уже утрачиваются через определенный промежуток времени. Вот и мы ждем, когда такая же у нас будет возможность вылечиваться от ВИЧ-инфекции. Но нам надо дождаться этого периода. Нам надо сохранить свое здоровье. А если вы выявили, вот не ВИЧ, а уже СПИД у человека выявился, его можно заглушить или это уже не обратно? Нет, но вы знаете, СПИД, там тоже, там есть определенные периоды СПИДа. У нас были ситуации, когда вот к нам поступала пациентка со СПИДом, на фоне нашего лечения, мы ее из этого состояния выводили. И у нас, ну там просто вот все зависит от человека, насколько он хочет быть здоровым. В принципе, если не запущенный период СПИДа, вот есть, да, вот есть, когда уже все, уже ничего не сделать. Ну, к сожалению, при любом заболевании, вот есть такая вот, есть такой период, когда уже ничего не сделать. Только помочь, помочь вот как-то вот, ну, облегчить страдания. Ну, и даже при СПИДе есть, вот, самый начальный период СПИДа, он дает все-таки, какие-то, вот, ну, какую-то надежду на то, что мы поможем и справимся с этим заболеванием. У детей то же самое, да? У детей то же самое, да, но когда, ну, дети, это вообще-то отдельный вопрос, это больной вопрос. И когда заболевают дети, конечно, это, это общая боль, да, это, это боль родителей, и, ну, и мы тоже очень переживаем с наших детей. Бывают, вот я слышала чудесные случаи, что люди излечиваются от ВИЧ полностью, то есть, есть такое? Ну, это и есть, да, помните, в самом начале нашего разговора я вам говорила о том, что есть определенные люди, у которых имеют природную защиту от ВИЧ-инфекции, да, у которых вследствие мутации там утратили свой коррецептор, да, который, вот, этот случай был, что у больного с лейкозом, там, ему, там, подселили, да, там, мозг, костный мозг, пациент, донора, у которого как раз вот была вот эта невосприимчивость к этому, к ВИЧ-инфекции, вот. И он получил защиту от ВИЧ-инфекции, и вот, ну, на фоне лечения, в общем, он исцелился, да, это... У него была ВИЧ, у него была ВИЧ, у него был ВИЧ, диагноз был все подтвержден, у него был ВИЧ, но вместе с ВИЧ у него был еще лейкоз. И его, проведя лечение вот этого вот лейкоза, вылечили от ВИЧ, да. Но потом, как слышала я потом через сколько-то лет, ну, конечно, он потом, вроде, этот пациент умер уже от лейкоза, но он умер без ВИЧа. Потом я тоже слышала, что второй был такой случай, но вот про тот случай я вам могу сказать точно, потому что этот случай, он описывался, он подтверждался, про него говорили специалисты по ВИЧ-инфекции, то есть тот случай, он был подтвержден на все 100%. Ну, я так понимаю, что главное настрой в любом случае, даже если... Да, желание, желание. Если не будет желания, если не будет настроя, ничего не сделать, ничего. Нельзя заставить человека быть здоровым, если он этого не хочет. Нельзя заставить человека отказаться от всех этих вот опасных, ну, от опасных этих увлечений, да, если он этого не захочет. То есть все зависит от человека. Мы, конечно, готовы всем помочь, мы готовы работать. Мы готовы работать с теми, кто хочет быть здоровым, кто не хочет быть здоровым. Ну, с теми работать сложно. А вот еще я прочитала, что в этом грядущем десятилетии перед Российской Федерацией и другими странами поставлена глобальная задача остановить эпидемию ВИЧ и сделать это хотя бы к 2030 году. Как вы считаете, это достижимо и каким способом, если достижимо? Ну, это же там программа 90-90-90, да, что должно быть обследовано 90% населения, да. И при выявлении ВИЧ-инфекции 90% выявленных должны быть взяты на учет, и из них 90% должны получать лечение. То есть что обрывается? Обрывается возможность распространения заболеваний. То есть заболевания, вот если будут все пациенты, все больные с ВИЧ-инфекцией будут выявляться вовремя, да, если им будет вовремя назначено лечение, если они перестанут быть источниками инфекции, значит, они не смогут распространять заболевания дальше. То есть вот так вот, так-то это все, ну, так-то это все вроде кажется реально. Другое дело, что не все люди, они готовы лечиться, вставать на учет, лечиться, как положено. Ну, вот. Ну, это же жизнь как-то, не хотеть жить, не хотеть быть здоровым. Ну, вот как-то вот, как-то так, да, у нас еще не все у нас так идеально. Есть люди, которые все прекрасно понимают, вот с такими легко работать, хочется им помочь максимально, да, хочется, вот чтобы они скорее выздоравливали, чтобы они не болели. С такими людьми можно работать. Вот эти есть люди, которые, ну, вот как они по-другому относятся и ко мне, и к своему здоровью, и к моим таким вот настоятельным просьбам прийти на обследование, и к моим просьбам начать лечение. Вот, знаете, стараюсь работать со всеми, но я готова работать с теми, кто хочет. А кто не хочет, ну, что ж, это их выбор. А помогают ли профилактические беседы, вот я знаю, что со школьниками, со старшими, со студентами проводят волонтеры-медики беседы, тоже вы как раз неделю приуроченную. Ну, конечно, конечно, они же, они дают информацию, понимаете, вот эта информация, все-таки она остается в голове, и может быть, в какой-то момент она, ну, где-то вот она сработает и не даст, вот, и от чего-то убережет. А здоровый человек, да, допустим, но все равно есть какие-то сомнения, да, все равно ты ведь на 100% не уверен во всем. Как часто нужно приходить к вам и тест проходить, или вообще это не нужно? Ну, каждый решает для себя, для кого-то это нужно, для кого-то, если у вас все хорошо, если у вас все нормально, ваша жизнь нормально, сложно заполучить ВИЧ-инфекцию по воздуху, это не ковид. Это все равно должны быть особые, там, какие-то условия передачи этого заболевания, да. Если что-то такое произошло, да, надо обследоваться. У нас просто вот некоторые ходят люди и обследуются один раз в год. Вот я была в прошлом году, скажут, или я был в прошлом году, я пришел еще обследоваться. Ну, пожалуйста, пишите согласие на обследование, если вы хотите обследоваться официально. Если вы не хотите официально обследоваться, если вы хотите обследоваться анонимно, у вас есть и такая возможность, сдавайте кровь и потом узнавайте свой статус. Мы не будем у вас требовать вашу фамилию, если вы не желаете как-то вот нам ее называть, да. Пожалуйста. Любой может прийти в любой день и обследоваться, мы никому не отказываем. Где 100% нельзя заразиться, там, в каких, если ты вместе с человеком зараженным посещаешь, там, я не знаю, там, сауну, если на детской площадке, в каком-то торговом центре? Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только половым путем. Вот в быту можно заразиться половым путем. Если этот механизм не будет реализован, то заразиться невозможно. Нельзя заразиться в семье, нельзя заразиться в бане, в сауне, нельзя заразиться в кафе, нельзя заразиться там за одним столом, находясь таким человеком. Этот механизм невозможен. А вот слышала такое, что вот если там, допустим, на ладони есть порез, и, ну, такая ситуация, что там человек зараженный прикоснулся, и ты прикоснулся, и вот... Ну, это, знаете, это очень сложно. Если у тебя на ладони есть порез, и на тебе, на ладони вылилась кровь человека с ВИЧ-инфекцией, тогда возможно. Но ведь, ну, как вот эту ситуацию в жизни-то представить? Это надо, чтобы, ну, кровь с вирусом попала на рану. Ну, где-то, где-то, может быть, может быть, где-то и может такое случиться, но это надо пофантазировать. Но таких случаев в вашей практике не было? Ну, таких-то нет. Елена Анатольевна, а вот что бы вы пожелали нашим телезрителям? Какую профилактику соблюдать? Что вообще? Ну, я желаю всем здоровья. Наше сложное время всем удержаться, как-то остаться на плаву, да, чтобы... Ну, а по ВИЧ-инфекции, конечно, берегите себя, потому что ВИЧ-инфекция, возникновение ВИЧ-инфекции, оно зависит только от нашего отношения к жизни, да, вот от нашего поведения, вот, и поэтому я призываю всем защищать себя от возможности заражения. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам на программу. А я напоминаю, наша программа подошла к концу, и мы говорили о методах профилактики ВИЧ-инфекции с Еленой Микушевой, заведующей, консультативно-диагностическим кабинетом по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин